Реализовать свой социальный или бизнес-проект участники молодежного форума «Ладога» смогут уже в этом году. Организаторы помогут самым талантливым, в первую очередь финансово. В Ленинградской области завершился ключевой образовательный форум Северо-Запада. За семь дней молодые активисты прошли обучающие курсы, а те, кто не служил, смогли на пару часов перевоплотиться в солдат-срочников. На полях лагеря впервые развернули настоящий мобильный пункт вооруженных сил. Немецкий округ на форуме представляла делегации из 15 человек. Результаты впечатляющие. Наш регион оказался третьим, обойдя 8 других субъектов. Что это значит и как работал образовательный лагерь, расскажет Олег Катанзейский. На молодежном форуме «Ладога» почти все напоминает жизнь в классическом пионерском лагере. Встали и умылись на зарядку, а после завтрака – занятия. Форум в этом году пусть и не юбилейный, но особенный. Организаторы для участников подготовили незабываемую программу. Причем образованию уделили минимум времени в приоритете знакомства, общения и обмен культурными ценностями. На открытии форума наша делегация появляется эффектно. Перед зрителями Ненецкий округ открывается в трех национальностях. Девушки зачитывают приветственное слово на ненецком, коме и русском языках. Глядя на все это, Игорь Кошин с гордостью поднимается на главную сцену форума. Дорогие друзья, мы привезли из Дополярного круга замечательную погоду. Я смотрю на присутствующий форум, на замечательных ребят, эти прекрасные молодые лица. Одна печаль. В основном одни девочки. Получается, что ребята палатку военную, что ли, не прошли? Военную палатку можно было пройти в полевом лагере, на мобильном пункте. Представлены все этапы отбора на срочную службу. Профессиональный психологический тест, нормативы по физподготовке. Также вживую можно было познакомиться и с образцами военной техники. Форумчане уверяют, интересно и познавательно, ведь подобного они нигде не видели. Вот этот вот чемоданчик, который предназначен для ее переноски, он же может являться стартовой площадкой. В этом году лагерь собрал рекордное количество участников, почти тысячу человек. Все они выбрали для себя интересующие образовательные программы. Вот здесь обучают предпринимательству, есть направление для молодых политиков, будущих деятелей культуры. А это школа журналистики, начинающих телевизионщиков. Учат работать на камеру, брать интервью и писать новостной текст. Сейчас уже со своего 17-летнего опыта в тележурналистике, я ему говорю, что не нужно поступать обязательно на профильный факультет. Потому что тележурналистике, журналистике можно научиться дополнительно. Лучше иметь какое-то профильное образование, юридическое, экономическое, оно не помешает. Во всех павильонах в основном обсуждают молодежные проекты. Например, на форуме «Высоко» оценили идею калининградских студенток. Девушки в больницах создают игровые комнаты для детей, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя как дома. Их проект поддержали финансово. А всего в этом году на поддержку молодых активистов «Росмолодежь» выделила полтора миллиона рублей. Почти все деньги отправились в Ленинградскую область. Мы надеемся, что в следующем году проекты будут еще более проработаны, более четко структурированы, интересны, инновационны. То есть каждое годы наши ребята будут вносить в нашу жизнь что-то новое, интересное. Провели на форуме и КВН. Четыре сборные команды сотворили невозможное. За одну ночь они написали шутки о лагере, за час отрепетировали, а уже вечером выступили. Одна из героинь – Юлия Рочева. Она и автор шуток, и капитан своей команды. Съездить на такие форумы, как Ладога, Балтертек, там, где проводят КВН, и поучиться, посидеть на мастер-классах, именно прочувствовать работу, которая происходит внутри КВНа, понять концепцию и принцип – это очень важно. Жили участники лагеря не в палатках, как это обычно бывает, а в уютных комнатах пансионата. Поэтому даже самый сильный дождь и низкие температуры здесь никого не пугали. Несмотря на то, что была все время холодная погода, все дни были солнечными в душе. Все, кто сюда приехали, они все получили какой-то результат, и мы надеемся, что этот результат не замедлит себя ждать в нашем регионе. Наш регион участвовал во всех спортивных и интеллектуальных дебатах, занимая почетные призовые места. Итог – общая третья среди 11 субъектов. И это при том, что наша делегация – самая малочисленная. Для примера, одна Леновласть насчитывала более 100 человек. В следующем году Ладога пройдет здесь же, в Ленинградской области, на берегу Финского залива. И уже сейчас становится понятно, что принять участие в этом грандиозном молодежном проекте с каждым разом желающих становится все больше. Ну а Ненецкий округ, конечно же, продолжит принимать участие в этом образовательном форуме, ведь именно здесь наша молодежь реализует свои новые социальные или бизнес-проекты. Олег Танзейский, телеканал «Север», Ладога, Ленинградская область. Ладога!